Расскажу немножко об истории о Markets, расскажу вам об инструментах создания сайта, как увеличить аудиторию сайта, где получить качественный контент, в первую очередь то, что очень необходимо в данный момент, как сделать ваш ресурс максимально успешным именно на финансовых рынках, естественно, я владею этой информацией, есть ряд успешных кейсов, как монетизировать сайт с помощью партнерских программ, ну и, собственно, кейс успешных примеров, успешных заработков наших партнеров и их, собственно, сайты вам поделюсь, потом вы на их найдете в сети интернет. Чего мы добились? За 5 лет уже выплачено более 3 миллионов долларов именно по партнерскому вознаграждению. партнеры привели более 100 тысяч клиентов из-за всего мира, ну и, собственно, количество партнеров уже достигает более 100-3 тысяч, опять же, по всему миру. Придем к моменту, когда нужно создать сайт, да, как вы, как веб-мастера, а петражники, да и, в принципе, люди, которые знают, что такое интернет, либо хотят его постичь, но им нужен сайт, но они не знают, как, в принципе, его создать. Что ж, я сторонник, конечно, простых решений, да, вы их уже намного, но о них расскажу немножко позже. Все же, если вы решили создать свой сайт с нуля, то вам понадобятся следующие ступени. Я хочу обратить внимание на 10 этапов, да, о которых я сейчас расскажу. Исследование целевой аудитории. Это основной шаг при создании, в принципе, любого бизнеса, да, нет-то веб-мастера, нет-то какой-то оффлайн-бизнес. Вы исследуете своего клиента, вы составляете его карту, в этом вам поможет интервал информации о Google, какой-то личный опыт, уже готовые какие-то материалы, да, вы должны полностью знать своего клиента в лицо и не распыляться на ту аудиторию, которую, в принципе, не особо владеете. После чего вам поможет, скажем так, более четко понять, кто ваш клиент, это анализ ваших конкурентов и анализ рынка, да, собственно, что вы будете продавать кому и какими способами. Следующий шаг, самый, наверное, один из самых сложных в создании вашего сайта, его успеха, это сбор семантического ядра. Вам совет, собирайте максимально количество слов, словосочетаний, предложений, которые вас могут найти, даже самые невероятные. Собирайте, потом их отсеивайте, убирайте лишние, убирайте передовые, но чем их больше, тем, собственно, вам же будет лучше в плане потом дальнейшего продвижения сети интернет. В принципе, вы можете использовать инструменты, как рез и, в принципе, и другие. Их в интернете великое множество, как платных, так и бесплатных, но, как правило, платные рулят и более удобные в плане использования. Структура сайта, да, пропишите себе на бумажке, пропишите себе в различных сервисах, что должно быть на вашем сайте, полностью его, полную его структуру. Рисуйте карандашами, либо нанимайте каких-то дизайнеров, которые вам будут навязывать свои идеи, но помните, вы хозяин своего ресурса, а вы будете нести в конечном итоге ответ за ваши действия. Поэтому никакой дизайнер не будет знать лучше, чем вы. Но это так. Можно быть красивым, но может быть не функциональным. Основной момент при создании сайта, да, это то, что вы будете предлагать вашим, вашей аудитории. Это контент. Тут стоит обратить внимание именно на копирайтинг. Я вам расскажу чуть позже о нем, как его достать, именно контент, где его можно взять, где его можно взять за бесплатно, и как не попасть в просаг при выборе того же самого копирайтера, либо заказа статей. Техническая реализация. После того, как вы уже, в принципе, задали какой-то багаж знаний, да, по высшим приличным пунктам, вам нужно уже непосредственно заниматься программингом. То есть это настроит ваш сайт, переносит его на сервер, верстай стилей, которые вам подходили, там адаптивный дизайн нужно использовать, потому что это сейчас одно из условий продвижения в топ поисковиков. Об этом заявил года два Google и где-то год назад Яндекс. Ну, это так, к сведениям. После чего вы будете тестировать свой сайт, оптимизировать как внешне SEO, так и внутренне, да, там, заместка оптимизации контента, перелинковка страниц и многое другое. Об этом уже не мне вам рассказывать. Можно посмотреть информацию в интернете, в принципе, или отдать на аутсорс, потому что, ну, это на самом деле очень важный момент и создание своего ресурса. Это именно SEO-оптимизация. Продвижение в интернете. Понятное дело, что SEO-это долгий процесс, тяжелый, над которым стоит попыхтеть, и иногда будет казаться, что зачем мне это все надо, я уже могу перегореть. Поэтому делайте все, чтобы вас заметили. Чем больше информации о вас, тем, соответственно, у вас будет больше посетителей. Хороший инструмент – это посев. Допустим, вы берете социальную группу, большую телевую аудиторию, вы считаете, что она там есть, потенциальные клиенты, потенциальные читатели, там, допустим, это инвесторы, кто-то трейдер, без разницы. И делаете, группа делает пост, и пошла череда комментариев. Она большая, может, длинная, и вы добавляете потихоньку в эти ленты свои комментарии. Да, такую-то информацию нашел на каком-то ресурсе, вам будет интересно почитать. Но делайте это не навязчиво, потому что если откровенная реклама, то люди уже на подсознание это листаем дальше. Настройка веб-аналитики. Не забывайте ни в коем случае настраивать ее, потому что это то, что вам поможет в дальнейшем понимать, откуда идут ваши клиенты, с каких ресурсов, какие страницы конверсионные. Вы будете понимать, почему та или иная страница плохо себя показывает, с нем низкие конверсии, либо наоборот. Используйте АБ-тестирование, либо сплит-тесты различные. Благо это сейчас весьма просто реализовать различными сервисами. В принципе, на каждом ресурсе это можно воплотить. Поэтому это обязательно. Чтобы в этом всем не запутаться, пунктов немало, информации будет множество. Чтобы вы это все, какие-то части не забыли, используйте MindMap. Мне очень нравится итальянский сервис, если не ошибаюсь, это Google It. Вернемся к исследованию целевой аудитории. Мы уже проделали определенный пласт работы, и есть очень обширная статистика и информация интерфакса по этому поводу. Кому надо, я ее могу скинуть. В принципе, ее можно найти в интернете, чтобы понять, что за рынок Форест, какие есть люди, чем они берируются при выборе. Я могу мне скинуть, либо вы уже потом сами найдете, либо попросите у меня. Все же приведу немножко нашу статистику по целевой аудитории. По полу. Женщины и мужчины. Видно, что мужчины весьма активно торгуют, инвестируют. Это условлено именно склонности к рискам. Поэтому можно основной трафик вести именно с таким посылом именно мужчин. По возрасту, опять же, 23-35 лет. Самые активные, которые интересуются, начинают. Это аудитория, на которой целит именно на обучение. 35-45, ее уже выше. Это уже состоявшиеся инвесторы, бизнесмены, те, которые разбираются в этой тематике. Про деятельности можно долго рассказывать, но, как правило, это должны быть люди, которые, в первую очередь, вам нужно ориентироваться, у кого есть финансы. Не только интересуются, но и умеют деньги зарабатывать. Это зачем нам работать на тех, которые нам, в принципе, не принесут в конечном итоге результат. Как не нам, так и не вам. Это руководители, менеджеры, бизнесмены. Просто, в принципе, рабочие, которые рассматривают либо это как доп. заработок, либо основной доход. Источники контента. Статьи можно заказывать, можно покупать. Не там, не там. Невозможен хороший результат, если вы не будете управлять этим процессом. Просто купить статью можно, хорошую можно купить задорого. Но лучше заказывать и делать именно под свой ресурс, под свою аудиторию. Для этого, собственно, вы делали планирование и исследование своей аудитории. Основной момент, хочу отметить, я вам внизу написал о маркете, заказ статей. В принципе, в рамках нашей партнерской программы мы представляем такую услугу для наших партнеров. Это написание статей. Если у вас уже хороший ресурс, либо мы видим, что вы активно развиваетесь, горите интересом, мы, в принципе, готовы предоставить вам статью для ваших ресурсов, для постинга. Мы ее напишем, расскажем, на что нужно обращать внимание при написании статей, и вы уже в дальнейшем будете работать либо автономно, либо через нас. Мы, в принципе, в этом плане всегда готовы помочь. Непосредственно об этом наш интерес. По партнерской программе, так по забылку, в принципе, на рынке Форекс. Для тех, кто не готов отдавать много времени на создание сайта, есть уже, в принципе, готовые платформы по созданию ресурсов, либо Let's Page, лично, посадочные страницы. Вы их сейчас видите на презентации. Это всем известный, наверное, АВП-генератор. Ну, прилокомирую его, что у него очень хороший блок. Можете почитать, там есть замечательные страницы по конверсиям, сам читаю с удовольствием. Флэйзби-нетто весьма хорошие конструкторы, используйте, но мне, допустим, не особо они понравились в плане юзабилит. Отмечу два. Tilda и HostingRack.ru. Tilda — это конструктор сайтов, в принципе, не только как Let's Page. В нем уже есть база картинок, графических инструментов. Вы их можете собирать прямо редактируя в браузере. Поэтому я его настоятельно рекомендую. Уже ни на один сайт и ни на одну страницу, что достаточно на ней сделал. HostingRack, его особенность в чем? При, допустим, выборе, если ваш выбор упал на сайт WordPress, вы, наверное, столкнетесь с таким моментом, что его нужно настроить, нужно сервер настроить и многие такие нюансы, которые, в принципе, всплывают при переносе любого сайта на какую-либо там доменную и хостинг. Разникают возличные нюансы. Поэтому вот этот сайт HostingRack, он как и хостинг, и доменные имена можно покупать, поэтому смело используйте, причем уже он адаптирован под WordPress. Там даже есть готовые шаблоны. Что у нас есть в партнерской программе? У нас уже в личном кабинете доступны посадочные страницы, готовые под наши акции, под наши открытия счетов. То есть уже все готово, можно взять и использовать. Реферальные ссылки на те же акции, на баннеры, на какие-то либо события. Берите, используйте. Замечательно все конвертируется. Баннеры и виджеты на любой вкус. В принципе, по баннеру расскажу вам позже. Допустим, у вас свой ресурс, и вы говорите, мне такие баннеры неинтересны, хочу свой. Об этом чуть попозже. Шаблоны рассылок. Вы, допустим, можете, у вас есть своя база, либо вы ее формируете. В личном кабинете есть шаблоны. Вы просто реферальную ссылку крепите на картинку. Человек открывает, переходит по ссылке. Вы получаете свой лид, клиент, регистрация, деньги. Все счастливы. Росленты. Замечательный инструмент, на мой взгляд. Его многие уже позабыли. Ну а как вы будете узнавать последние новости из рынка Форекс, либо там аналитики, пожалуйста, используйте. Вы можете даже себе на какой-то блок поставить, который лично используете, и получать необходимую информацию как о событиях внутри компании, так и о событиях мирового масштаба. Ну и опять же, инструмент основной – это статьи. Мы пишем для своих партнеров статьи. Ну и гиджеты, котировки, например, очень неплохо себя конвертируют на различных ресурсах в этом курсе актуальных валют. Куда идет сейчас рынок, тоже можно использовать весьма интересный и конверсионный инструмент. Как я и говорил, если у вас, вы считаете, что наши баннеры не подходят, есть разные. Я выделю Canva. Это, по-моему, американский ресурс, который позволяет создавать баннеры двумя-тремя кликами и сетью нажатием в клавиатуре. Ваш посыл – все так выгрузить, вы им размещаете все на свой ресурс. То есть используйте, на самом деле, очень яркие, красивые картинки, поэтому дерзайте, советую. Вернемся к вопросу именно заработка на партнерских программах. У нас есть три модели. При CPL вы можете 30 долларов за лид получать. Рейвен Мишер – это многоступенчатая двуковая система агентского вознаграждения и CPA, где от 5 до 500 долларов с депозита клиентов вы получаете. Почему выбирают CPL? Это, в первую очередь, высокие единовременные выплаты. То есть вы гарантированно получаете за каждого клиента свое вознаграждение в зависимости от суммы его депозита, на которую он пополнился. Допустим, при модели струнчатый старт вы получаете за клиента пополнил свой депозит на 100 долларов. У вас резерв за вами 30 долларов вознаграждения. Но в течение 15 дней он пополняется еще на 500 долларов, скажем так. То вы уже будете получать не 30 долларов со 100, которых он изначально кастер-сеста, то есть 100 долларов ваше вознаграждение составит. Возможность отслеживать статус работы с клиентом в личном кабинете – это немаловажно, потому что вы видите фейдбэк от наших сейл-департаментов. Ну что ж, средний заработок вебмастера в месяц – это порядка 500-1,5 долларов. Я вам покажу кейсы чуть похоже. Давайте перейдем пока к следующему слайду. Как работает, в принципе, CPA-модель? Вы направляете трафик на наш сайт, мы получаем клиентов их, их обрабатываем, клиенты пополняют свои счета, клиент проходит верификацию, опять же, этих 10 или 15 дней, вы получаете свое вознаграждение. То есть все просто и автоматизировано. Собственно, вот один из самых интересных моментов – это пример заработка вебмастера. Это реальный кейс одного из наших новых партнеров, который за месяц привел 28 активных клиентов, как видите, здесь написано. Подтверждены за этот период были 23 и еще 5 веселья, которые не прошли еще проверку. То есть человек за месяц заработал 3400 долларов. Ну, это реальный кейс, но не скажу, что это один из лучших результатов на самом деле. Есть и лучшие, но как бы это то, что можно достичь при системном подходе и имея голову на плечах. Какие основные ошибки делают наши партнеры при желании достичь какой-то цели? Почему они не становятся успешными? Ну, первое – это отсутствие четкого плана, цели. То есть если вы не структизируете свои планы по работе, у вас будет все самбурно, и вы не сможете достичь той или иной цели. Нужно также тут отметить, что нужно приоритизировать цели, допустим, если у вас не работает сайт, то за контентом нет смысла бежать. Думаю, вы прекрасно понимаете. Ожидание быстрого результата. Да, многие перегорают, поэтому отмечу, что средний промежуток конверсии с лида в клиента составляет примерно от одного до трех месяцев. Это такой комбинационный период, после которого человек пополняется. Работа с нецелевой аудиторией. Допустим, один из наших партнеров имеет сайт с видеоконтентом. Но видеоконтент от какой мыло лучше до лучших инструментов на рынке форекс. Поэтому чем специфичнее ваша аудитория, для нее нужно давать, естественно, ту информацию, которую она хочет увидеть и услышать. Также немаловажно правильно использовать наши инструменты. И какие ошибки допускают. То есть это, допустим, не обновление реферальных ссылок, это устаревшие акции, использование битых ссылок, неверное введение в адресную строку и копирование этой информации, неверная установка рекламных материалов, ну и многое другое. То есть при размещении, опять же, какого-то информационного посыла нужно обязательно относиться с этим с должным вниманием, потому что если вы что-то делаете неверно, то, соответственно, результат не заставит себя долго ждать. Отмечу интересный момент. Вот именно кто добивается успеха на рынке именно форекс, да, как партнер, это тот, кто приходит на рынок с комплексным подходом. Наши топовые вебмастера и наши партнеры делают каким образом, они начинают, как вебмастер, да, начинают привлекать, потом интересуются трейдингом и становятся своего рода лидерами мнения, высказывают, что вот такая площадка, такой-то ресурс, да, такой-то брокер, у него есть какие-то плюсы. Я торговал на их площадке, понравилось то, не понравилось это. Были проблемы с этим, с этим проблем не было. Соответственно, если ресурс уже имеет какой-то вес в интернете и, в принципе, информация угодила человеку, то он запросто сконвертируется, послушает вашего мнения и принесет вам и нам вознаграждение. Спасибо за внимание и до скорых встреч!